Всем халлоути ребятушки, с вами Дамрель и добро пожаловать на новый ролик, ну а это снова Organs Please. Тот факт, что мы с вами здесь находимся, означает что? Правильно, вышло очередное обновление. Итак, поехали. Доброе утро, граждане вертикали 5, вирус побежден. Вам вкололи вакцину седьмой партии? Вы выиграли осмотрные инородные тела в организме? Правительство продолжает поиск убийцы чиновника первого уровня. Что-то видели? Приходите за наградой, но не забывайте оглядываться по пути. Лишь идиоты верят слухам о роскошной жизни на верхних этажах. Вы же не из таких? Это все новости на сегодня, ждем вас завтра в то же время. Окей, собственно, поехали на работу. Если что, ребят, выкатили не до конца сюжет, недельку всего лишь, но туда-сюда, видите, уже концовочка близится. Итак, давайте вспоминать, что у нас почем. Насколько я помню, от общего графика по строительству ковчега мы с вами отстаем всего лишь на одну деталь. У нас вроде бы есть неплохо денег, и нам нужно как-то сейчас грамотно начать работать. Так, что у нас тут? Чего? Кен Леви до сих пор у меня здесь, да? Может быть, его куда-нибудь отправить, я не знаю. Короче, разберемся. Нам нужно сверхпрочное стекло. Давайте посмотрим, что нам для этого надо. Нужны сплетенные нити и ценные металлы. Давайте со сплетенных нитей начнем. Нам нужны волосы. Окей, кто у нас тут есть? Нам нужен фетишист, а фетишистов у нас на текущий момент в смене нету, поэтому пофигу. Давай, ты пойдешь на волосы. Соответственно, следом ты идешь на сплетенные нити. Окей, вопрос решили. Ценные металлы. Для этого нужны минералы и жиры. Вот здесь, конечно, посложнее. Давайте минералы сюда, жиры сюда, но для минералов нужна кровь. Допустим, давайте сюда. Кровь. Окей. Кстати говоря, у нас, видите, дополнительных квестов нету, и это хорошо. Попробуем с вами в этот день нагнать, так сказать, упущенное. Все, ставим этого на мясо. Получается, что производство, ну, туда-сюда запустим. Ну и давайте, наверное, сразу на сверхпрочное стекло поставим пенолеви. Получается, смена у нас полностью распределена как раз на то, что нам нужно. Ну и, собственно, пока все. Пока что, наверное, улучшать я ничего не буду. У меня есть мысли, что можно сделать, чтобы попытаться хоть как-то нагнать график. Ну а пока что, собственно, поехали. Так, снова рентген появился, да? Вроде бы не было его. И магнит. Подожди, магнит был или нет? Короче, я уже все позабыл. Давайте начнем уже день и, собственно, вспомним. Ну, давайте, вроде как проблем с этим нет. Ну, конечно, способ доставания чипов довольно-таки странный. Революция невозможна без осознания угнетенными масштаба классового неравенства. Но кто, кроме рук земли, осмелится открыть им глаза? Мы запустим дронов-шпионов по канализации на верхней этаже вертикали 5. Туда, где угнетатели утопают в роскоши, сливая на нас нечистоты. Их частная жизнь станет достоянием общественности. Нам нужна электроника для дронов. Внеси свой вклад в революционную борьбу, комрад. Блин, ну типа давай я попробую. Кстати, нихрена косарь. Ема. Выполнить заказ. Сейчас посмотрим. Знаешь, без чего люди... без чего никогда не будет революции. Без решительных действий. Без людей, готовых запачкать руки. Скажи мне, ты из таких солдат? Идея с дронами хороша, но в ней нет огня. Мы доставим по канализации взрывчатку. Пора подорвать задницы угнетателем. Электроника не нужна. Мы украдем дронов со склада правительства. Ты достанешь нам полимеры для взрывчатки. Не разочаруй меня, солдат. И этот, смотрите, предлагает... Получается косарь, да? Блин, ну давайте, окей, я просто возьму... А, это так работает? Нифига себе, я не знал. Акаполимеры-то вот здесь. Издубленной кожи и этого, да? Ну, блин, я просто не уверен, что я выполню. Но хотя, смотрите, костная мука присутствует. Это тоже присутствует. 800 килограмм надо сделать. Но, блин, у меня нет свободных рук. В этом-то проблема вся. Окей, ладно, хорошо. Разберем сейчас. Так, а что у тебя? Ты у нас вот сюда на топливо идешь. У нас же завод с вами стоит. Нифрена себе. Ты тоже давай сюда. Отличный, кстати, чувачок. Подожди. Ёпростый, мне ж надо вот что делать. Все, окей, с ним все в порядке. Давай. Я так понимаю... А, нет, вот здесь же есть вот эта вот фигня. Все, ребят. Их не нужно сканировать всех вместе. Вот, смотрите. О. Да, есть. Окей, пробуем. Так. И куда? И... Ну. Я вытащил? А, да, я вытащил. Все, отлично. Добро пожаловать тогда. Мне досталась счастливая вакцина с семеркой. Ну, не такая уж она счастливая, если что. О, смотрите, выплюнуло. Ну, да, смотрите, засчиталось. Отлично, хорошо. Блин, было бы очень круто, ребят, сделать сегодня полимеры. Это прям было бы супер офигенно. Так. Ага, вижу, давай. Все, выплюнуло. Так быстро. Ну, идешь, соответственно, на переработку. Сотрудник снова в строю. Хитоми Готы. Ёпростый, точно. А давайте ее поставим на полимеры. А вдруг получится? Ну, типа, блин, я бы на самом деле хотел бы все-таки первый вариант вот этот вот выполнить. Но я не знал, что он автоматически отменится. Поэтому, окей, постараемся сделать полимеры. Нам, ребят, в первую очередь нужны бабусики. Так, далее. Добро пожаловать, окей. Мне бы вот еще бы карточку персонала. Но, блин, вот, к сожалению, ребят, нету. Нету. Так, кожаное лицо. Выделить 200 кожи из церкви Добродетели, да? Ну, типа, Кеноливи можем переработать. Но нет, я не хочу. Можем 200 кожи отдать. Лояльность. Минус 10 у всех будет. Производство в цехах остановится на 2 часа. Нет, это хрень полнейшая. 400 потратить? Просто, если я сейчас переработаю Кена Ливи, у меня карточка не появится. Напоминаю вам, я говорил об этом в прошлых сериях. И я не смогу кого-то нанять. И здесь, кстати, остановится на 2 часа. Так, подожди. А, во, попросить три цели разобраться. Офигенно, все, спасибо. Так, выплюнуло. Я даже сканировать не буду, потому что смысла в этом нету. Отлично, ребят. Вот, кстати, супер офигенный перк с этими три цели. Так, что у тебя тут? Ну, у тебя фигня. Давай сразу же сюда пойдешь. Так, ты добро пожаловать. Прекрасно. Ты, кстати, фиговый. Давай-ка ты вот сюда. Нужно, ребят, следить за топливом. Обязательно. Иначе будет все, как бы, печальненько. Завод не должен останавливаться. Я настроен. Так, сплетенные нити. Цех... Да ладно, лимита достиг. Серьезно, что ли? А что со сверхпрочным стеклом? А у меня на оценных металлах никого нету. Серьезно, что ли? А как я так лоханулся? Охренеть, а как я так? Ну, ладно, со сплетенными нитями разобрались. И на этом, как говорится, спасибо. Так, что у нас тут? Дубленная кожа. Вот, давайте на костную муку пока что ее переместим. Так, давай вот сюда. Чтобы восполнить запасы. И по идее я сейчас иду очень даже хорошо. Сплетенные нити. Можем, кстати говоря, выполнить вот такой вот интересный заказик. Получить 300 баксов. Но давайте пока что не будем. Я попробую проследить, чтобы не просрать момент. Если вдруг за 4 часа я не успею что-то сделать. То, соответственно, я выполню тот заказ. А там будем уже смотреть. Так, тоже добро пожаловать. Счастливая цифра. Окей, выплевываю свою счастливую цифру. И добро пожаловать. И у нас снова заканчивается топливом. Походу, ребят, нужно прокачать это дело. Хотя, блин, я прокачивал. Но все равно, как видите, мало. Анонимный донос. Это видим, окей. Ты тоже добро пожаловать. Буду, ребят, стараться прям по максимуму обрабатывать как можно большее количество людей. Чтобы все у нас с вами было прекрасно и хорошо. Так, ты давай тоже сюда. Капец, ребят. На одно тупо топливо работаем с вами. Так, этот, ну, типа можно, да. Давай, вот сюда пойдешь. Захожу в комнату. Ателизор сам включается. Это, кстати, круто. Это прям супер нанотехнологии. Поздравляю, что ты умеешь так делать. Так. О, отлично. Давай сюда. Во, ребят. Все. По топливу вопрос решили. Теперь, соответственно, давайте восполнять телан. Я слежу за ресурсами, если что. Стараюсь следить, по крайней мере. Так, заказ выполнен. Прекрасно. Все. Занимаемся теперь полимерами. Что у нас по ресурсам? Заканчиваются кости, заканчивается кожа. Хорошо. Кен Леви, дружище, давай идешь на кости. Он, по-моему, да, там? Нет, он, кстати, с костями плохо работает. Ладно, ничего страшного. Так. И нам нужна кожа, чтобы делать дубленую кожу. Так. Ты давай сюда. Ты давай вот сюда. Короче, ребят, какая у меня, собственно, идея есть? Чтобы и поднафармить бабок, и постараться как-то в графике выйти, так сказать, на тот уровень, на котором мы должны с вами находиться. Короче, можно попробовать вывести на следующий день прямо максимально большую смену. Да, я знаю, что зп будет довольно-таки большая, но я нафармлю кучу ресурсов, и, соответственно, я смогу выполнить кучу заказов, чтобы оплатить это дело. И да, я понимаю, что у моих сотрудников повысится стресс, и будет прям все печально и плохо. Но, типа, какой у меня еще выход? Так, давай сюда. О, прекрасно. И ты еще давай сюда. Вот так, захожу в комнату. Прекрасно, ребят, квест выполнил. Все офигительно. Я так понимаю, даже если ты не выполняешь план, но, типа, если у тебя по звездам доверия все прекрасно, то, вроде как, тебя не должны переработать. Ну, потому что иначе, ну, ребят, это будет прям капец какое читерство. И перепроходить игру заново, чтобы снова, да, соответственно, идти по графику. Это неправильно, я не хочу так. Так, давай вот сюда. Что у нас тут? Полимеры, смотрите-ка, почти выполнили. Это значит, что? Это значит, что мы с вами молодцы. Так, а что, кстати, по нитям? Нити, нити, нити. Ну-ка, могу выполнить? Блин, я просрал этот заказ. Ладно, ничего страшного, ребят. Самое главное, что мы сейчас косарь получим. Пока что не трачусь, если что. У нас, кстати, остался один час. Так, давай сюда на топливо. Постараемся, ребят, запастись вот этим вот всем делом. Именно топливо. Меня больше всего интересует. Тела мне три цели поставляют. Так, счастливая цифра, давай. Я знаю, что уже не нужны такие люди, но, типа, почему бы их просто там не обработать этим магнитиком. Потому что нафиг это чипирование. Все, завершить день. Да ладно, я серьезно, я чуть-чуть не успел. И что делать? И ничего я не сделаю, правильно? Ну да. Просто, ребят, 12 килограмм не хватило. Ну ладно, срать, господи, ну что? Ну не получилось и не получилось. Все, завершить как бы день. Так, давайте смотрим отчет. Что у нас тут? Капец. 746 заплатили. По сути, ни хрена мы с вами не заработали. Но у нас ресурсы остались. Так что все прекрасно. Так, 16 из 24. Подожди, или я больше отстаю? А вот не помню, кстати. Ладно, короче, пофигу. Так, принципы фракции. Тут вроде как я в обновлении читал. Добавили еще больше, соответственно, принципов. И что-то там где-то выбирать, что ли надо, или что-то в этом духе. Короче, если дойдем с вами, то посмотрим обязательно. Так, выводим, ребят, всех. Пробуем, короче, вот эту вот схему. Полторы тысячи зарплата. Это капец как много, я это прекрасно понимаю. Но, держим в уме, что у нас будет много ресурсов. Доброе утро, граждане вертикали 5. Нижние этажи закрыты на дезинфекцию. Жители радуются возможности бесплатно помыться. Старший пастор Адам Даммер призывает перестать кормить воров в тюрьмах, а кормиться ими. Причина резкого заявления – кража пожертвований. Анонимный источник сообщил о возможных перестановках в руководстве синдиката. И это все новости на сегодня. Ждем вас завтра в то же время. А прикиньте, та бабеха захватит власть. Типа там правая рука Дона, но по итогу этой же правой рукой воткнет ему нож в спину. Да уж, такая себе драма будет. Так, консервы выполняем, все прекрасно с ними. Здесь в процессе сборки мы никак не можем повлиять вообще на скорость. Вот нам бы с вами, кстати говоря, на полимеры что-то, мы же, блин, делали их целый день. Было бы очень круто. Так, заказ выполнен. Хорошо, у нас еще плюс опаздывают люди. Давайте так, на базовые ресурсы поставим волосы, кровь. Короче, по одному человеку я даже не буду смотреть на перки, потому что людей как бы много. По идее, все должно быть прекрасно. Так, что мы можем взять из заказов? Давайте посмотрим. Может быть, в теории вот стройматериалы, кстати говоря. Во, можно вот этим вот выполнить прохиндеем. Ну давайте примем. В любом случае, если мы просрем заказ, то вроде как ничего страшного с этого не будет. 2200 можем получить с электроники. Блин, а это, кстати, вкусно. Это прямо очень вкусно. Может быть, даже получится у меня это сделать. Короче, возьмем все. Так, электроника. Давай-ка вот так вот. И, подожди, а что я там еще взял? Стройматериалы. А стройматериалы у нас изготавливаются вот здесь. В принципе, да, смотрите, я сейчас смогу прям капец много чего нафармить. Так, дубленная кожа, окей, поставили. Это все у нас будет на стройматериалы. Плюс на стройматериалы, плюс на электронику ставим кого-то. И также, что еще там нам надо на стройматериалы? Нужны кости. Кости, соответственно, делаются. Плюс у нас с вами есть еще очень много свободных людей. Может быть, еще что-нибудь взять? Хотя, вот знаете, я не уверен, успею ли я все это сделать. Блин, а вот тут хрен его знает. Не, ну, по идее, должен. Что мы тогда с вами еще можем взять, сделать? Что-нибудь такого интересного. Давайте, может быть, Кена Леви на следующий день отправим на ковчег, чтобы у нас появилась новая карточка, и мы взяли какого-нибудь нормального пацана. И, кстати, ту деваху тоже надо будет сбыгрить. Окей, давайте смотрим, что по заказам. Что есть такое жирное? Ну, вот жирное самое мы с вами, понятное дело, взяли. Дубленая кожа. Ну, типа, чуть-чуть осталось. Почему бы нет? Давайте примем и жиры примем. Во! Сейчас ребят прям попрет. Так, жиры. Давай вот сюда. Дубленая кожа, соответственно, присутствует. Ну, а давайте тогда увеличим производство самой кожи, потому что дубленая у нас еще идет на строй материалы. Так, ну, а мясо, жиры, ну, в целом все ок. Что мы можем еще с вами взять, чисто теоретически? Вот так вот, если подумать. Какое-нибудь мыло попробовать поделать. Хотя, блин, не, видите, на мыло тоже дубленая кожа нужна. А вот на вот эта вот термостойкая ткань плетеные нити. Я просто сейчас пытаюсь продумать наперед и предугадать вообще, что нам следующее понадобится для, соответственно, деталей ковчега. Вот я не помню. Возможно, стоит вот, соответственно, здесь купить. Ну-ка, сколько стоит? А, здесь закрыто? Серьезно, что ли? Да, смотрите-ка, закрыто. Да, окей, ладно. Тогда, получается, следующая деталь будет что-то из этого. Может быть, лекарство. Короче, хрен его знает. Давайте, кому мы можем отправить их на помощь? Надо бы подумать-то, если честно. Окей, может быть, еще с заказом что-то взять? Волосы, кровь, мясо. Ну, давайте, окей, вот так вот принять. Принять. Так, мы с вами, получается, что взяли еще? Взяли волосы и кровь. Соответственно, волосы... Я не буду... А, да ладно, серьезно? А вот так? Фига ты. Ну-ка, а подожди, а на кровь пойдешь? Да, смотрите-ка, на кровь пойдет. Окей. Так, волосы и, соответственно, волосы. Ну и давай кин леви на мясо. Все, вроде бы, смотрите, смена, но прям максимально идеальна. Я надеюсь, что мы прям с вами очень много поднимем. Итак, начать день. Слышал, нижние этажи перекрыли из-за грибной инфекции. Не успели отпраздновать победу над вирусом, как нам новую дрянь занесли из пустоши. Но эпидемия нас многому научила. Нижние этажи скоро утопят в дезинфицирующем средстве. И тут его будем распылять после каждого посетителя. Фига себя, чуть такси запотело. Ход посетителей только по нажатию на звонок. Темп обслуживания не сбавлять. Тебе надо пропустить минимум 30 человек. Дави на звонок почаще. Да. И что, мне надо сделать? Необходимо регулярно дезинфекция. Ход посетителей по звонку. Блин, теперь то есть... Ага. Но укравшему пастора руку не рубите. Целиком их в котел кидайте. Так гласит книга «Мирские заботы и путь к Господу». Язычники из синдиката украли пожертвования. Воры облачились в рясы и выдают себе за братьев, хранящих обет молчания. Ужасное святотатство. Брат, мы смиренно просим тебя о правосудии. Перерабой трех молчаливых воров в рясах, пока они не скрылись от нас на ковчеге. И что, будет 300 баксов? Ну давайте возьмем, провалим так провалим, не страшно. Деньги, повторюсь, там нужны. Так, все я типа как, что я... А, смотрите, таймер не идет. Да. И как бы окей. И завод не работает, правильно? Ну да, походу завод не работает. Хорошо, так, дзынь. Добро пожаловать, соответственно. Она сейчас сама там, да? А, ну смотрите, она походу обрабатывается. Так, хорошо. Нет, давай ты вот сюда пойдешь. Все, окей. А, дзынь. Ё-моё. Фига себе, ребят. Теперь, видите, к новому темпу работы нужно, соответственно, привыкать. Так, дзынь, подожди. Так, сюда давай. Дзынь. Так, давай сюда. Охренеть, ребят, вот это жесть полнейшая творится. Так, дзынь. Короче, просто, ребят, нужно привыкнуть. Ну серьезно, пока что сложно. Дзынь. Я просто сижу и жду на автомате чего-нибудь. Так, нужно было ее... Ай, блин, ладно, короче. Так, давай вот сюда. Дзынь. Ты давай вот сюда. Шулер. Так, что у нас тут? Продать синдикату. Они найдут применение его талантом. Киселев. А где он сейчас работает? Хотя можем сейчас попросить три цели разобраться. Ну, типа, смысл. Нет, давайте вот триста, наверное. В конце смены уйдет. А, тогда окей, тогда не страшно. Отлично. Триста баксов получили. Это великолепно. Так, ты давай сюда. Жалко, ребят, что квест с вами просрали. Ну, типа, могли халявные бабки получить. Но не страшно. С этими сектантами я делов, если честно, особо иметь не хочу. Знаю, туплю. Но, типа, бренную. Вот серьезно, ребят. Просто привык к тому, что не нужно никакие звонки здесь, соответственно, нажимать. Так, давай, дзынь. Добро пожаловать. Дзынь. Блин, ну это прикольно, на самом деле. Так, заказ выполнен правительством. Бабки мне автоматом, да, перечисляют? Это хорошо, это хорошо. Все, окей, тогда продолжаем дальше работу. Так, дзынь, добро пожаловать. И я снова, да, еще одного просрал. Ну, типа, не страшно, потому что квест мы в любом случае уже просрали. Давай вот сюда. Дзынь. Давай, окей. Заказ выполнен, три цели. Хорошо, ребят. Идем просто, вообще великолепно. Главное, ребят, не просрать и 30 человек сегодня пропустить. Но, вроде как, смотрите, я иду по графику. У меня все должно быть прекрасно сейчас. Даже несмотря на то, что я слоупочу с этим звонком. Ну, серьезно, вы тоже поймите, блин, что... Ну, нужно же к нему еще привыкнуть. Я у него удивлюсь, если в следующем дне у меня его вообще уберут. Только, блин, привыкнешь, да, и, соответственно, снова придется отвыкать. Так, сотрудник получил слабость, не страшно. Так, у нас снова деталь ковчега. Или нет? Нету? Интересно. А, нет, вот, электроника. Хорошо. Но электроника у нас еще и на заказы идет, я-мое. Ну, кстати, смотрите, 4028. Офигенно. Продолжайте тогда, ребятушки, работать. Так, на электронику у нас еще что идет? У нас идет еще полимеры, да? Полимеры, костная мука и дубленая вот эта вот фигня. Хорошо, давай тебя вот на костную муку поставим. Все, вроде бы, ребят, неплохо. Так, добро пожаловать. Дзинь, следующее топливо отлично подъехало. Еще раз дзинь делаем. Я не знаю, в чем смысл, типа, вот этого дзинька. Может быть, типа, чтобы они по одному заходили сюда в эту кибитку. Ну, типа, знаете, чтобы вот вирус не распространяли. Вполне возможно и так. Так, дзинь, окей, добро пожаловать. Самое главное, ребят, что выполнили, вот, соответственно, вот эту фигню. И, как бы, звезды доверия мы с вами не потеряем. Так, дзинь, говорю. Окей, добро пожаловать, сотрудник вырос. Ну, конечно. Офигеть, а что здесь происходит? Ну-ка. А что это на коже? А что это вот так красненьким горит? А, нет, топливо. Хорошо, ладно, ничего страшного. Так, электроника. Кстати, может быть, мы сейчас успеем и там, и там электронику выполнить. Не исключено. Которое материала у нас вроде бы тоже, смотрите, фармится. Короче, вроде бы все неплохо. Так, давай сюда. Было бы очень хорошо. Ну-ка, может быть, есть смысл все-таки отменить вот этот заказ? Отказаться. И лучше действительно отдадим приоритет именно деталей ковчега. Все-таки я не буду, ребят, от своих слов отказываться. В первую очередь, наша самая главная задача сейчас, это детали ковчега. Попытаться как-то все это дело наверстать. Все, окей, ладно, едем дальше. Дзынь, говорю. Давай вот сюда пойдешь. Я знаю, что у него были положительные параметры, но, как видите, ребят, топливо нам нужно. Топливо это как бы залог успеха работы завода. Без него мы с вами план не нагоним. Ага, вышло время. Хорошо, ничего страшного. Главное, что мы очень много денег получили. Ну-ка, кстати, по поводу денег. Давайте за 600 баксов улучшим. Может быть, сейчас как-то будет поинтересней. Можно еще, кстати, за 800. Ну, типа, нифига не дает, походу. Так, строительство никакое, к сожалению, недоступное. Что мы с вами еще можем сделать? Что мы можем улучшить? Все, смотрите, кстати, электроника в процессе сборки. Есть термостойкая ткань. Кстати, как вариант можно попробовать. Просто я не уверен, что я успею до конца дня нафармить вот эту электронику. Давайте переключимся на термостойкую ткань. И соответственно... Так, давайте еще ценные металлы возьмем. Так, термостойкая ткань. Она у нас где делается? Она у нас делается вот здесь. Переключаемся. Подожди, нет, мыло. Вот, термостойкая ткань. Что для этого надо? Нужны жиры и сплетенные нити. Хорошо. С электроники ты перемещаешься вот сюда. Жиры здесь делаются. Для жиров нужно мясо. Мясо, жиры, вернее, у нас еще где-то, по-моему, используются. Так что давайте вот так вот поставим. И, в принципе, неплохо. Так, я еще взял ценные металлы. Давайте ценные металлы. Что, кстати, по минералам? А минералов нихрена нет. Значит, ты идешь, соответственно, сюда. Сюда жиры. Это сюда. Ну да, кстати, смотрите. Вроде бы даже хорошо получается. Так, дзынь, говорим. Давай, на топливо. Дзынь, еще раз. Ну, кстати, прикольная штука. Мне нравится. Типа, знаете, чувствуешь себя каким-то супер важным чуваком. Вот с таким вот звоночком. Вы понимаете? То, что будут делать люди, зависит от того, нажмешь ты звоночек или нет. Ну, короче, элемент власти такой небольшой. Так, что у нас тут? У нас тут топливо. Прекрасно, дзынь. Добро пожаловать. Вот я не вижу смысла гнаться за уровнем выживаемости ковчега, потому что, ну, типа, вот повышали мы его с вами. И что, карточек новых не дают. И какой смысл это хранить, правильно? Бред. Так, что у нас тут? Цены металлы почти выполнены. Термостойкая ткань, кстати говоря, есть шансы выполнить. Ага, какие шансы у меня есть выполнить? Я лошара, да? Давай вот сюда, окей. Я, блин, не поставил, прикиньте. Не выбрал чувака. И вот, собственно, вот что у меня и происходит. Ну, ладно, лоханулся. Так, добро пожаловать. Едем далее. Добро пожаловать тоже. Дзынь. Ты, кстати, хороший. Блин, хотел на топливо, ребят, пустить. Но, вот, кстати, вот этого пустим. Вот прокачал, вроде бы, печку. Ну, что-то как-то особо, ребят, прихода я с нее-то и не ощущаю. Да, вроде бы, поменьше тратится. Но, типа, и не прибавляется так много, как хотелось бы. Так, а нет, давай вот сюда. Заказ выполнен церковь добродетели. Прекрасно. Вот, блин, термостойкую ткань мы, скорее всего, ребят, не успели. Из-за того, что я немного прослоупочил. Так, на оставшиеся 15 минут, что мы можем с вами произвести? Может быть, консервы? Ну, все-таки, так или иначе, да, скоро они нам понадобятся. А эту со сплетенных нитей, ну, давайте на какие-нибудь полимеры поставим. Хрен его знает, что там будет следующее, правильно? Так, дзынь, говорю. Добро пожаловать. И еще раз дзынь. Топливо. И, блин, последнего не успели. Ну, ладно, ничего страшного. Смотрите, день, мне кажется, прошел максимально продуктивно. У нас с вами 4000. И сейчас полторы заплатим. Но оно того стоило. Может быть, тогда и следующую смену такую же запустить? Я понимаю, что там сейчас сотрудники охренеют. Ну, а с другой стороны, заработает много денег. Другие траты 600. Хрен его знает опять, за что у меня деньги лишние списывают. Но, типа, окей. Нам нужно, смотрите, 24 достичь. Я не знаю, честно, как это сделать. Но, типа, я буду пытаться. Так, у нас какая-то смена маленькая стала, да? Давайте снова вернем 12 человек. Я понимаю, что тут вообще жесть полнейшая. Ну, а, типа, что? Блин, я хитомиготу забыл отправить. Ладно. Сейчас, ребят, постараюсь это сделать. Итак, 21 день. Доброе утро, граждане вертикали 5. Грибная инфекция поднимается с нижних этажей. Дружите с чистильщиками канализации. Меняйте круг общения. Майрон Майлз опять на свободе. Наш психопат вышел на поруки, но имя поручателя неизвестно. В смысле, я сейчас не понял, что я прочитал. Ладно. Мы с нетерпением ждем новых выходок Майрона. Руки земли пойманы при попытке проникнуть на верхние этажи. Вот же неудачники. И это все новости на сегодня. Ждем вас завтра в то же время. Вот, кстати, за рук земли реально, ребята, обидно. Мне кажется, это самая, наверное, адекватная фракция в этой игре. Ладно уж. Так, пока идет сборка, давайте посмотрим, что сегодня есть по заказам. Волосы, кстати, сходу прям можем выполнить. Давайте выполним. А кровь, мясо, ну, типа по дешману, ну, как бы можно сделать. А можно сразу, смотрите, на что-нибудь. Такое прям ценное нацелиться, например, сверхпрочное стекло. Термостойкая ткань, кстати, можно доделать. Но электроника, я не знаю, не уверен. Так, сверхпрочное стекло. Давайте переключимся. И я бы, наверное, знаете, что сделал? Тиханул бы и улучшил бы вот так вот за 200. Можно даже еще за 400 улучшить. Хотя нет, блин, жаба душит. Хотя, с другой стороны, да, нахрена мне столько денег. Так, сверхпрочное стекло. Ценные металлы. Окей. Сплетенные нити у нас максимум. На ценные металлы нужны минералы. А также нужны жиры. Великолепно. Так, на жиры нам нужно мясо. Это мы с вами помним. Кстати, еще про термостойкую ткань-то не нужно забывать. Давайте, может быть, тоже ее за 200 улучшить. Почему бы нет. Так, здесь тоже жиры. Значит, нам нужно больше людей на мясо. Сплетенные нити также требуются. Ну, типа, мы с вами помним, что у нас их тысяча. Поэтому все нормально. На кровичку давайте кого-нибудь поставим. Ну, и, наверное, пока все. Ну, давайте, окей, на волосы. На всякие пожарные пускай будут. Хотя можно и на сплетенные нити тоже. Потому что сейчас будет очень много сильно их тратиться. Так, волосы. Что-то у нас кости. Ну, давай, окей, на костях постоишь. Все, в целом, окей. Плюс у нас еще есть опоздуны. И также, ребята, у нас есть две карточки смены. Так что возьмем сегодня кого-нибудь. Все плохо. Чертовски плохо. Дезинфицирующее средство лишь усилило рост грибов. А зараженные с нижних этажей разбежались по вертикали пять. Грибы светятся в темноте, а кожа под ними чешется. Первыми заразились чистильщики канализации. Их проверяй всех. Остальных по подозрению. Выключил свет. Увидел свечение. В печь. Грибным не место на ковчеге и заводе. И не вздумай их перерабатывать. Вдруг их мясо ядовитое. Сжечь двадцать зараженных грибами, которые видны в темноте. Ничего себе интересно. Ну, давайте попробуем. Так. Кстати говоря, звоночка, ребята, в этот раз нету. Это очень хорошо, на самом деле. Так, у тебя все хреново, давай ты идешь вот сюда. Кстати, а как мне их просвечивать-то? Подожди, а как просвечивать-то я не понял. Почему мне никто не объяснил? Зараженный. Вирусная угроза на ковчеге. Так, зараженный будет сожжен. Мрет пять процентов строителей ковчега. Ничего себе. Тридцать строителей ковчега. Зараженный будет сожжен. Сборка следующей детали. Ковчега будет дольше на двадцать секунд. Нет, это тот... О, кстати, попросить тридцали разобраться. А как мне? Подожди, стой. А где нажимать-то? Куда дергать? Э, подождите-ка. Ну-ка, может быть, как-то это почитать можно какое-нибудь обучение? Это что? А, это менюшка, окей. Так, подожди. Я не понял. А чего не так-то? А где это нажать? Алло. Штука, книга. Построить ковчег сияние. Средства для дезинфекции лишь усиливало рост грибов. Они светятся темноте. Мне надо выключать свет, находить и сжигать всех зараженных грибной инфекцией. Так, а где его выключать? Вот это, может быть, штука какая-то? Подожди. Ага. О, ничего себе, окей. Все, давай. Так, добро... А, нет, подожди. Все нормально, окей. Далее. Так, ты вот сюда. Заказ, кстати говоря, выполнен. А что мы выполнили? Кто-то для трицели мы с вами выполнили. Хорошо. Так, подожди, у нас снова в строю, пока не забыл. У тебя травма ноги. Хорошо, давай отправляешься... Блин, хотя она капецкая, прокаченная. Еще и усталая, да? Ладно, отправляем тебя на ковчег. Ну, а пока что, давай ты поработаешь на коже. Тебя мы тоже отправляем на ковчег. Ты у нас поработаешь на, соответственно, дубленой коже. Так, окей. Едем дальше. У тебя все в порядке. Тебя все равно в любом случае сжигаем. Что-то, кстати, с фракцией пацаны не приходят. Как-то не очень, я вам скажу. Это дело все. А вот, кстати, пришел. Так, у тебя все нормально. Еще бы понимать, как эта инфекция выглядит. А то что-то пока мы с вами ни одного такого не видели. Вернее, одного пропустили, но типа... Так, давай вот сюда. Одного, кстати, случайно сжег. Это интересно. Так, ты добро пожаловать. Модный досуг. Это у нас что? Пускай не колец из дыма. Попросить трицели разобраться. Отлично. Чтобы нам с вами, так сказать, не понижали эффективность работы. Проверяем тебя. О! Вот так вот, ребята, выглядит, соответственно, у нас инфекция. Инфекция. Значит, тебя сжигаем, дружище. Так, ты тоже сжигаем. Ты тоже сжигаем. Может быть, сейчас, знаете, чисто на удачу кто-то попадется, кто уже, соответственно, заражен. Так, ты. С тобой все в порядке. Значит, добро пожаловать. Так, что у нас тут? Сверхпрочное стекло почти сделано. Ковчег почти собрался. Термостойкая ткань, кстати, не собирается. Опять я, ребят, забыл про термостойкую ткань. Окей. Так, что с тобой? А у тебя грибы, дружище. Значит, ты идешь сюда. Нам нужен кто-нибудь из правительства. Мне нужно взять кого-то в смену. Скорее всего, в завтрашнюю. Чтобы уставшими не были. Сейчас посмотрим. И, кстати говоря, у нас сами тела заканчиваются. Это очень плохо. Так, что тоже нужно что-то решать. Так, ты у нас что? Ты у нас нормальный. Давай сюда. Хотя, наверное, стоило его, ребят, переработать. Вот как вот этого. Все, отлично. Так, что у нас тут следующее? Ценные металлы. Ценные металлы мы с вами вот, собственно, делаем. Это хорошо. А куда мы еще тратим ценные металлы? На сверхпрочное стекло. А нет, подожди. Мы сверхпрочное стекло уже, получится, сделали. Правильно? Да, мы сделали. Хорошо. Значит, смотрите, прокачиваем тогда вот это вот дело. И, наверное, покупаем слот за 150. Ставим сюда вот этого работника. И, по идее, мы сейчас ценные металлы, ребят, должны очень быстро сделать. Так, а жиры там что? Дубленная кожа, кстати, по максимуму. А что там? Чего у нас не хватает? Жиры, минералы, кровичка присутствует. На мясо, наверное, нужно кого-то поставить. Да. Давайте так и сделаем. Все, смотрите, вроде бы идем неплохо. За исключением того, что у нас есть небольшие проблемки, так скажем, с телами. Так, у тебя что? У тебя тоже эта фигня. У тебя? Жди-ка. У тебя все прекрасно. Блин, я бы его с удовольствием, ребят, переработал. Но, к сожалению, как видите, нельзя это делать. Нельзя. Так, у тебя тоже грибы. Я так понимаю, нужно искать подвох среди пацанов, которые прям хорошие по характеристикам. В первую очередь, там нужно ждать именно, ребят, как бы подставы от игры. Так, далее. А у тебя что? У тебя все хорошо. Отлично. Минус один у нас по телу. В смысле, это как вообще? Так, у тебя вот эта фигня. Окей. У тебя все хорошо. И ты, кстати говоря, идешь на переработку. Почему там было в минусе, я, ребят, не понимаю. Так, ты. Что у тебя? О, у тебя грибы. Отлично, ребят. Квестик мы с вами выполнили. Ну, а тем временем, заказ три цели у нас с вами выполнен. Что мы можем еще взять напоследок? Ну, давайте попробуем взять кровичку. Мало ли, вдруг получится. Минералы трогать, наверное, не буду. Так, у нас очень, кстати говоря, много денег. Может быть, печь еще раз? Необходим 10 уровень выживаемости ковчега. Да, серьезно, что ли? Вот это да. Комната отдыха, это понятно. Я вообще, ребят, забил на нее нафиг вообще. Ну, типа, смысл какой от нее, правильно? Так, может быть, что-то вот из этого прокачать? Или хотя можно это по ситуации прокачивать? Типа, ценные металлы делаются и делаются. Так, минералы, жиры, окей, присутствуют. Дубленная кожа у нас по максимуму. С жирами, кстати, плохо. Давайте жиры прокачаем. Куда у нас там жиры расходовались? Непонятно. Ладно, я думаю, что сейчас процесс пойдет побыстрее. Так, ты добро пожаловать. Короче, видите, ребят, в любом случае нужно прокачивать выжимаемость ковчега. Иначе, как бы, все будет грустно. Так, давай в завтрашнюю смену. Ну, потому что других, ребят, вариантов достойных, к сожалению, нет. Так, окей, грибы. Есть один плюс вот в этих грибных чуваках. Это то, что у нас всегда будет топливо. Ну, а теперь, блин, нету тел. Капец, и что мне делать? Я вообще не знаю. Так, ну, у тебя хорошие показатели, поэтому ты идешь, соответственно, сюда. Ты идешь снова сюда. А с тобой тоже все прекрасно. Ну, вот видите, ребят, ну, нету тел. Типа, что делать? Завтрашнюю смену? Ну, давай, окей, ты пойдешь в завтрашнюю смену. А, так, у тебя что? У тебя грибы. Топливо, видите, еще не расходуется, потому что тела-то, как бы, и нету. Так, ты, ну, давай сюда на тело пойдешь. Хорошо. А у тебя что? У тебя все прекрасно? Ты добро пожаловать. Так, а у тебя? У тебя тоже все хорошо. Офигеть. Так, что по ценным металлам? А почему цех стоит? Не хватает ресурсов на складе. А почему не хватает? Мясо плохо, что ли, добывается? А-а-а. А-а-а. Я лох, короче. Нужно было отсюда пацана убрать. Да уж. И, походу, да, он все это время, получается, расходовал вот это вот жиры. Ну, блин, ребят, бывает. Но сами видите, какой темп работы. Попробуй здесь все успеть. Так что не надо тут гундить на меня. Так, ты сюда. И последнего. А последнего, к сожалению, не успели. Ценные металлы. Ну, вот видите, ребят, все равно получается, что мы с вами немного отстаем. Ладно, я думаю, что в следующий день мы с вами выведем снова по максимуму людей. Я понимаю, что у них очень сильно занижаются характеристики и работоспособность. Но, типа, я пытаюсь сделать все, что в моих силах. Да, вот смотрите, это жесть какая-то. Ладно, выбираем. Если что, мы можем, в принципе, их отправлять на ковчег. И вместо них брать тоже каких-нибудь интересных людей. То есть делать круговорот кадров. Ставим с вами, соответственно, все это дело на паузу, чтобы не спойлерить, что будет дальше. Ну, и, собственно, пока что все. Пишите ваши комментарии. Ну, а ссылка на плейлист со всеми сериями. По замечательной игре Organs Please будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну, а с вами был Дамриэль. Всем гудбайте, ребятушки. И до новых встреч.